Документ, по сути, определяет статус экспертов негосударственных учреждений и сертификации их контроля качества работы. Эти изменения еще требуют детальной проверки вместе с экспертным сообществом. В свою очередь Владимир Бекетов считает, что система законодательства в стране близка к идеалу. Есть проблемы в его соблюдении из-за нечестных чиновников и низкой юридической грамотности граждан. Затрагивая частные вопросы, глава Кубанского парламента отметил, что обманутые дольщики сами виноваты в том, что их обманули, поскольку подписали договор застройщиком незаконно. Мы говорим обманутые дольщики, но ведь дольщики хотели, чтобы их обманули. У нас есть федеральный закон, согласно которому, если он заключает договор так, как предусматривает федеральный закон, он никогда не будет обманутым. Но он заключает договор соинвестирования, то есть он несет солидарную ответственность за то, что строит. И когда не построили, никто не может ни с кого взыскать, потому что он добровольно вложил деньги в заранее очень рискованное предприятие. Тему, поднятую Владимиром Бикетовым, поддержал и глава курорта Сергей Сергеев, который на практике часто сталкивается с проблемами земельных отношений, возникающих среди граждан и частных компаний, занимающихся подчас незаконными махинациями с дорогой во всех смыслах кубанской землей. Мне кажется, как руководителю территории проблемы у нас, я могу проанализировать и дать вам точную статистику, возникли из-за того, что вот эти кадастровые работы выполняли частные инженеры, те, о которых сегодня шел разговор. И они нам создали эту проблему. От государственных кадастровых инженеров мы не имели. У нас есть по Анапе и примеры передвижки участков, когда от Бужора передвигается в станицу Анапскую участок 4 гектара земли, и потом межуется по 10 соток и продается под ИЖС. И еще-еще много вопросов. То, что сегодня я услышал, я бы, конечно, поддерживал, чтобы эксперты у нас были государственные. Все-таки ответственности их больше перед людьми. И сама процедура обучения, сертификации, если хотите, этих экспертов, она вызывает больше доверия. В целом, встреча прошла интересно, оставив после себя много тем для дискуссий, в ходе которых будет выработан наиболее стройный путь развития гражданского права в России. Все-таки основной закон нам дает возможность по разным отраслям законодательства развиваться. В том числе в гражданском праве у нас, давайте вспомним, 90-е годы, когда принималась первая часть, у нас не было такой жизни, не было столько собственности, вообще частной собственности не было, не было такой экономики. И поэтому, конечно, сейчас нам жизнь подсказывает, что что-то нужно менять в правилах игры. Вадим Родин, Анапа. Регион.